наш эфир продолжает программа эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день сергей добрый день дорогие слушатели а может быть и зрители обязательно у нас есть зрители на youtube канале которые смотрят нас сейчас со всех уголков мира замечательно начнем наверное с европейских каких-то сообщений до нас собственно обязывает к этому само название передачи похищения европы в европе происходит разумеется весьма серьезные дела я не могу об этом умолчать хотя признаюсь что они не столь серьезны сколько дела соединенных штатах это значит в стране где живут наши радиослушатели и гражданином которой я тоже являюсь в европе происходят дела которые кстати находят свое разрешение примет примерно в эти же часы что я веду эту передачу это значит до полночи сегодняшнего дня практически должно разрешиться противостояние между британией выходящей из евросоюза и формально уже вроде бы вышедший из него но сейчас ведутся последние переговоры ай а деталях этого выхода потому что есть разница большая между выходом без договора и выходом с каким-то конкретным договором обговаривающим какие-то конкретные условия взаимоотношений дальнейших так вот буквально в эти часы борис джонсон премьер великобритании должен встретиться с председательницей европейской комиссии фон дерлайн и договориться о последних деталях которые остаются пока неразрешимыми там есть серьезные противоречия это одно второй серьезный аспект европейско-международных отношений это сегодняшняя встреча премьеров венгрии и польши орбана и польского премьера которые должны были договориться о том будут ли они накладывать вето на бюджет на семилетний бюджет евросоюза который в эти дни должен быть принят но сопротивление польши и венгрии поставила его под угрозу они протестуют против того чтобы финансовое распределение средств я не говорю помощи речь идет не о помощи каждая из стран евросоюза вкладывает деньги в общую кассу но средства будут распределяться с помощью какого-то распределительного ключа и вот польша и венгрия протестуют против того чтобы таким ключом оказалось понятие правовое государство потому что она слишком растяжима и руководство евросоюза пытается накинуть вот эту смирительную рубашку на польшу и венгрию что можно было их судить и рядить и лишать финансового содержания я бы сказал избегаю слова помощь так вот эти вопросы сейчас решаются в европе где каждый уикенд проходят снова и снова довольно многочисленное а порой и и довольно горячие типа боестолкновений выступления населения по разным поводам ну скажем там где-нибудь в германии или здесь в чехии что произошло буквально на днях позавчера проходит массовое выступление против правил связанных с государственным регулированием болезни ковид-19 то есть этой коронавирусной эпидемии в то время как во франции происходит не менее жаркие протесты против закона который именуется законом о глобальной безопасности который собирался было принять президент франции Макрон сейчас он несколько по отступил слегка от этого намерения пытаясь его привести к какому-то компромиссу с протестующими не знаю стоит ли объяснять смысл их возмущения они возмущаются тем что полицейские впредь будут безнаказаны в том смысле что их нельзя будет не фотографировать не снимать не записывать их номера на бляхе и так далее так вот что я хочу сказать например во франции эти выступления за протесты связанные с битьем окон и с сжиганием или поджогами автомобилей и прочими прелестями которые в Америке хорошо известны в Европе не слишком и не так уж хорошо они известны во Франции в этих протестах принимает участие такая боевая часть всяких анархистов коммунистов и прочих антиф но к чему я веду разговор к тому что освещение в европейской прессе оказывается настолько неадекватным что позволяет вывести наши рассуждения на более высокий уровень обобщить их почему да потому что скажем протесты во Франции которые прошли в 90 городах Франции это немало в 90 городах то есть это были практически общенациональные протесты с битьем посуды как я уже сказал они не были отражены в новостях вообще это не является новостью и вот к чему я веду в данном случае мысль к тому что совершенно изменился способ которым журналистика мировая потому что мы не можем говорить уже об отдельных странах это явление общемировое она пытается выработать в нас своих зрителях слушателях определенный определенную картину мира и эту картину как покрывало набросить на нас не позволяя чтобы в эту пододеяло проникали какие-то другие образы метафоры информация сообщения новости если такая новость как 90 городов охваченных бурей протестов не попадает в сводку новостей в то время как попадает билиберда любая другая какие-то заседания европейского клуба парламента и прочее попадают непременно даже на первые строчки а такая новость не попадает то стоит задуматься что происходит с журналистикой это все-таки профессия которую я не просто практиковал и практикую но которую которой я обучен и которая имела когда-то свои определенные правила я вырастал в журналистике советских годов и мне было прекрасно ясно что я имею дело скорее с пропагандой но с пропагандой коммунистической которая представляла мне букаллический и иллюзорный образ картину мира но в то же время оставляла место для понимания что существует и другой параллельный мир он есть о нем говорили как в карикатурах у крониксов в крокодиле о нем можно было говорить там прибавляя различные бранные эпитеты о нем можно было говорить как о мире контрастов богатых и бедных и прочее но сохранялось представление что кроме того мира который мы по вечерам видим на экране телевизора или читаем в газетах есть какой-то другой мир если нам перестанут говорить что Франция охвачена беспорядками и что прошли какие-то митинги протестов в соседней Германии или здесь в Чехии то мы всерьез решим что существует только этот первый виртуальный мир который мы ежедневно воспринимаем через потоки информационные смысл которых только в том чтобы нам промыть мозги до бела чтобы они блестели как офицерский сапог и я человек не склонный конспирологии конспирологическим всяким построением хитрым просто потому что я очень верю в способность человеческого разума рационально объяснять явления конспирология это всегда какие-то ходули костыли которым пользуется человек когда он перестает перестает анализировать мир и находить резоны причины по которым мир таков какой он есть возникает необходимость найти все-таки ту точку где создается некая конструкция которая нами руководит так вот я к ней не склонен но колоссальное количество признаков примет я бы сказал которые вызывают настороженность я приведу один пример мне часто приходится в последнее время комментировать по чешскому телевидению события в америке естественно что я не укладываюсь в ту схему которую они предпочитают предлагать зрителю слушателю они просто задают вопросы которые предполагают только один ответ и вот меня поразило то что в конце каждой фразы составляющей вопрос о том почему нынешний президент Америки Трамп судится с отдельными штатами с федерацией пытаясь доказать свою правоту и пытаясь поставить под сомнение исход выборов все наши слушатели прекрасно понимают о чем речь так вот в конце каждого такого вопроса я вдруг слышу одну непременную фразу и даже может быть это не фраза а короткое какое-то продолжение предложения звучащие так примерно почему он подает в суды не имея не имея никаких доказательств я пару раз пытался возражать говоря о том что давайте договоримся что есть доказательства что может быть больше доказательства очевидцев которые под присягой сделаны совершенно заверены и если кто-то считает что они ложные эти показания то он просто обязан по американским законам подать в суд на человека и его засудят на два может быть пять лет потому что ложные показания под присягой серьезное преступление в свое время его совершил кстати Билл Клинтон помиловав своего брата который дал ложные показания под присягой короче на это мне говорят постойте а в личном разговоре мне говорят эти модераторы ведущие ну простите нам так велено наше руководство сказал что кончая эту ветру там непременно должно быть вот такой довесок как раньше писали довесок буквы ща безо всяких доказательств и я подумал может быть это какой-то тайный шифр ключ какой-то которыми эти редакции переговариваются друг с другом давай понять как пароль что мы тоже с вами мы из одного лагеря пока мы говорим без каких-либо доказательств мы свои но что это означает мы свои я подумал о том что ведь не только американские средства массовой информации вы так этому уже привыкли разбились разделились на тех кто принципиально скрывает от своих потребителей слушатели или зрители это неважно или может быть читатели скрывает вторую половину мира не дает возможности проникнуть туда никак существует ряд фактов я говорю сейчас о событиях которые просто не попадают в список новостей и вы то зная американскую действительность знаете что существует там проект веритас проект по выявлению правды который автор проекта дозвонился до CNN и был свидетелем редакционной летучки на которой было ясно сказано эти новости не пойдут и не пойдут никогда потому что они то ли являются позитивными для президента трампа то ли вызывают сомнения правдивости другой стороны то есть нам предлагают только определенный список новостей чтобы создать только определенную заранее задуманную продуманную и обговоренную с кем-то картину мира и мы в этой картине должны как в виртуальном пузыре существовать естественно что мы никогда не узнаем что происходит в параллельном мире в мире реальности и это проходит по всему миру и в частности европейской печати я сегодня напрасно пытался выловить из европейских новостей что-либо связанное с шагами предпринимаемыми администрации трампа там не было вообще сообщения о том что штат техас например подал жалобу верховный суд соединенных штатов на четыре штата соседних именно в связи с фальсификацией выбора вот такого сообщения важного там вообще не было зато было сообщение о том что сегодня избранный президент звучит замечательно назначил своим министром обороны генерала такого-то всякого-то он его назначил не будучи еще президентом его еще даже выборщики не подтвердили в этом качестве а европейская печать пишет не просто как о свершившемся событии но как о назначении министра обороны который является предполагаемым министром у предполагаемого президента никто его еще пока не утвердил так вот вот так должна выглядеть и мой страх моя тревога ведь на самом деле сводится к тому что нам придется или выбирать свой мир где мы не найдем общего языка с представителями живущими в этом другом мире почему мы не найдем да потому что мы живем на разных событиях на разной новостной ленте они знают о том что Байден уже давно приступил не только к формированию команды но и уже угрожает внешнему миру своими демократическими какими-то посяганиями уже мы слышим бред собачий там особенно из уст российских леволиберальных аналитиков почему Путин так испугался прихода Байдена к власти почему почему он так боится прихода и вступления в должность но госсекретаря блинкина уже трамповского почему он так боится этот блинкин его привлечет по всем статьям его деятельности путинской слушая это можно не ужаснуться даже нелепости но ужаснуться неведению ужаснуться тому с какой последовательностью нам не просто у нас не просто на глазах вымывается картина реального мира но и вымывается прошлое этого мира эти аналитики которые говорят о том как вчерашняя обамовская нынешняя банда байденовская команда как она прищучит Путина они совершенно не понимают что они не знают Азова они не помнят и никто из них кстати я слушаю десятки никто из них даже не упоминает о том что Байден был членом команды которая проводила так называемую перезагрузку от которой Путину было отнюдь не хуже а только лучше он получил и влияние в центральной Азии и в Афганистане в обмен на ничто фактически на предоставленную им возможности американцам через свою военную базу в Манасе в Киргизии воевать с афганцами то есть Путин им дал возможность его путинские интересы продвигать в Афганистане за ценой смерти американских парней и это считается колоссальным успехом Обама он ведь не просто так там в Афганистане он обеспечил подкрепление амуницию для своих солдат которым было разрешено погибать в Афганистане вот какая картина мира это не ставится в упрек наоборот и такое представление свойственно я назвал русскую печать еще хуже обстоят дела с украинской украинская либеральная аналитика всерьез считает что Байден настоящий союзник Украины то что его сын получал 100 тысяч долларов в месяц ни за что за простой лоббинг за лоббирование за лоббирование которое сводилось к тому что папаше вице-президенту давалось возможность выслушать директора компании Бурисма так вот считается это связующим звеном украинская ситуация повязана на Байдена они считают что Байден это хороший игрок в этой игре который будет заботиться о счастье Украины совершенно забывая о том что Байден был вице-президентом той администрации того американского правительства которое за восемь лет правления не поставило Украине ни одного вида так называемого летального смертоносного оружия ни одного все что поставил Байден все что поставил Обама прошу прощения а Байден как вице-президент своим великодушным молчанием подтвердил это были старые гостиничные простыни затертые до дыр которые Обама подарил Украине со словами пусть украинские воины подстелят себе это на войне в Донбассе подстелите рваные простыни это все чем он помог тогда так вот тем не менее в украинской среде принято за данность принято как данность это положение что придет Байден и все и Украине полегчает да с чего и полегчает что он ей такого даст Байден которого единственная забота это поддерживать хорошее отношение с диктатурами при этом я читаю в российской прессе что Трамп грешил союзничеством с диктатурами я сразу подумал если бы я был в открытом диалоге в полемике ну давайте считать ну Китай вы наверное все таки не берете в расчет нет злейшего врага Китая чем Трамп это наверное ясно всем единственный кто поддерживает Тайвань и вооружением в том числе это Трамп и Трамповская Америка сейчас буквально сегодня Америка наложила новые санкции за арест нескольких продемократических гонконгских депутатов хорошо Китай кто же остается еще из тех диктаторов мира с которыми так дружил Трамп и так он им подыгрывал может быть Иран нет это Байден сейчас говорит что первым его шагом будет возвращение в ядерную сделку которая позволила Ирану продвинуться на пути создания ядерного оружия получая еще ко всему американские деньги там большое количество миллиардов было выделено еще Обамой в конце своего срока почти в тот же день когда он кстати не наложил американского вета на антиизраильскую резолюцию хорошо Иран мы тоже сбрасываем со счетов кто еще может быть Венесуэла это та диктатура с которой Трамп дружил да нет же с ней собирается дружить Байден признал одно из первых может быть это какие-то африканские или арабские диктатуры типа Ирака скажем да нет же конечно они все уповают на Байдена но миф поддерживаемый информационными средствами миф о том что Трамп любил диктаторов он сохраняется потому что он снова и снова нам в виде вот таких лозунгов паролей он снова и снова нам засаживается в голову как семя которое должно прорасти большой ложью я чувствую что подоспело время для того чтобы включить рекламы наверное или давайте да давайте сделаем небольшой перерыв после чего вернемся обязательно продолжим хорошо возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы я напомню телефон в студии восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль если у вас будут вопросы или комментарии пожалуйста звоните и сообщение о том что двух партийный инаугурационный комитет не принял резолюцию о признании байдена избранным президентом это произошло буквально несколько минут назад то есть республиканцам удалось заблокировать эту резолюцию так что на сегодняшний день байден не является избранным президентом это благодаря усилиям мечи макканнелла рая бланта и кевина маккарти вот таким образом сергей скажите имеет это какое-то отношение к дате к дате заключения которое дадут выборщики 14 декабря или это не имеет никакого отношения нет это вы понимаете это публичное объявление такое на самом деле когда инаугурационный комитет принимает резолюцию и тогда официально байден бы стал президент элек а сейчас все это фейк он буквально недавно проводил пресс-конференцию представлял своих и все это на фоне президент элек офис нет такого офиса потому что еще нет избранного президента нет его в общем вот то о чем вы говорили это то что пытаются внушить вдолбить в слабые головы о том что все уже решено все так и так сказать это такая пропаганда это хороший мостик к моей теме об упадке журналистике как таковой я смеюсь или даже ухмыляюсь тому что я совершенно готов поспорить на что угодно что в завтрашней печати европейской об этом не будет даже упоминания упоминания не то что новость не будет проанализирована а не будет вообще ее зато будут новости о том как активно собирается действовать новое правительство байдена так вот российской печати буквально на днях было довольно смешно и жестко они взяли и опубликовали а я не склонен любоваться российской печати я не ее поклонник хочу чтобы меня поняли правильно они ерничали над объявлением в нью-йорк таймс по типу ищу работы нью-йорк таймс газета которую по инерции в европе называют серьезной или даже самой серьезной только лишь потому что она является самой лживой сегодня так вот нью-йорк таймс написала опубликовала объявления типа вакансия открывается вакансия на должность московского корреспондента этой газеты а издевки над этим объявлением не потому что должность смешная должность естественно всегда была с начала советской власти когда-то и сохранилась до сих пор и бюро нью-йорк таймс в москве насчитывает не одного корреспондента сразу нескольких так вот что в этой вакансии требуется какая квалификация другой бы сказал ну может быть там высшее образование знание реалий хорошее знание россии и так далее это было бы логично но это вчерашний день сегодняшняя журналистика в этом не нуждается в этом объявлении были оговорены темы которые должен поднимать и раскрывать этот журналист будущий корреспондент корреспондент нью-йорк таймс в москве московский корреспондент не просто темы ну например там профессиональная подготовка или взаимоотношения религий или права профсоюзов нет там было ясно оговорено только примеры каких-то грандиозных провалов ситуация в концлагерях случаи смертей при полицейском насилии и только это то есть не темы а их как бы разрешение в правильном ракурсе их разрешение вменялось в обязанности сапкора в москве и русские смеются говорят что такой сапкор уже едет он мог бы и не ехать ведь в москву на самом то деле потому что в этом объявлении нет ни слова даже о знании русского языка как предмета профессиональной пригодности то есть не надо он мог бы честно говоря сидеть в штаб-квартире Нью-Йорк Таймс и писать потому что все уже задано в объявлении найди какую-то тему и раскрою ее только в этом ракурсе очередной провал там очередной расстрел очередная агрессия в соседние страны вот и все для этого не нужно никуда ездить и это нынешнее профессиональное требование к человеку которого наверное за немалые деньги посылает эта газета в Россию ну скажите я повторяю могли наставлять как-то могли комиссары кого-то учить но они прежде всего предлагали раскрыть ситуацию в стране даже в коммунистические годы по крайней мере не замалчивать что-то замалчивать же бессмысленно если там Россия запустила ракету замалчивать это последнее дело это бессмысленно нужно вставлять в контекст вот и все важен контекст а не инструкция как нужно освещать любую подвернувшуюся тему это позор но вот в чем проблема и это трагедия что это то что ощущалось всегда как позор уж нас учили там искать два источника допустим и приводить их нью-йорк таймс уже годы работает без любых источников она работает по принципу анонимный источник самый лучший причем никогда и никто не раскрывал но вот вам случай где-то в сентябре прошло дело о том как трамп якобы на глазах у очевидцев оскорбил ветеранов все вы помните эту ситуацию павших в первую мировую войну нью-йорк таймс как вернее нью-йорк таймс это был журнал атлантик заявил что у него есть четыре анонимных источника да не три а четыре и все они просто боятся назвать свои фамилии потому что их могут трамписты сурово преследовать ну прошло вот всего то сколько три месяца прошло с сентября да никаких имен вы не узнаете никогда хотя никого уже сейчас трамп преследовать теоретически вообще не может да потому что аноним как я шутил в свое время это будущий лауреат пуллицеровской премии в америке это единственный самый популярный автор американской печати никто уже не раскрывает имен давно сошлются на анонима а что такое аноним это одна тетка сказала одна бабка сказала это вообще ничто тем более что через месяц вообще забудут саму историю не говоря уже об фамилии очевидца но след то останется общее впечатление что опять трамп сделал что-то чудовищное оно же останется и хотя человек не сможет вспомнить честно говоря вот я думаю сейчас когда кто-то вспоминает что чудовищного сделал трамп за что его собираются судить народным судом то я думаю что они даже порывшись пальчиками в песке они не наберут дюжину таких историй потому что они все забыты остается только впечатление общее впечатление впечатление этот поток этот поток грязи он свое дело делает и так выглядит сейчас американская журналистика в Нью-Йорк Таймсе вы уже не найдете ссылок на живых людей они при этом говорят а мы храним свои источники но ведь хранить то можно только в определенной ситуации когда действительно источники идут из центра власти как это было CIA или ФБР так вот сейчас не обязательно это может быть любой человек он выльет свой ушат грязи и уходит в тень вы завтра уже не поймете это те кто помнят как я собирал все эти истории и часто в полемиках предлагал противоположной стороне противной стороне но скажите чем кончатся эти оргии в гостинице рейд чем кончились эти якобы эти портреты психологические трамп отвратительные которые якобы путин там задал кто-то их серьезные написал чем кончилось где серьезные авторы где вообще где даже эти московские проститутки их же можно по именам назвать да нету их нету остались только общее представление что он чудовище монстр запятнан чудовищными преступлениями которые не нужно доказывать просто не нужно они уже якобы не доказаны но они уже посеяны они посеяны и дают свои всходы это те всходы которые в свое время Евгений Шварц назвал зубами дракона это всходы которые дают вот это тоталитарное государство которое сейчас идет на смену американской демократии еще раз напомню телефон в студии 847 400 5200 если будут вопросы пожалуйста звоните довелось ли вам послушать записи Джеймс О'Киффик сделал прослушивая разговоры планерок Закера со своими подчиненными то есть это люди которые собираются по утрам там пару раз в неделю и обсуждают что освещать чего не освещает то есть это канал которого у которого лозунг был по-моему ДСНН ну в общем наиболее так сказать самая точная самая точная новости да да конечно довелось конечно я слушал это все включая то что после длительного монолога автор этого проекта Вейтас услышал понял что Цукер по-прежнему на проводе что он слушал тоже все это время и он его спросил еще дополнительный вопрос ему задал а тот отвертелся от вопроса но что показательно здесь показательно не то что кого-то схватили за руку а показательно то что это так называемая это не новость это просто не то что появится в центральных средствах массовой информации наоборот это именно там не появится и СНН им плюет в глаза для них все божья роса они продолжают это делать и при первом же случае они снова скажут как известно во все мире самое правдивое освещение событий все против этого бороться теми же средствами невозможно тут нужны какие-то более это и приводит к грустным мыслям о будущем человечества если ее журналистика перестала выполнять вот эту функцию просто информировать людей о мире а вместо этого она им просеивает информацию так чтобы у вас чтобы вы были помещены в виртуальный пузырь и там проводили свои годы пока вам позволят их проводить там то есть средства массовой информации включая соцсети будут рассказывать нам о том как мы живем что происходит то есть это я не понимаю так называемые либералы понимают весь ужас этого положения когда люди лишены реальной информации когда им рассказывают сказки они в эти сказки верят потому что другой информации нет давайте попробуем принять звонок может быть разумеется давайте добрый день здравствуйте к сожалению я с вами согласен вы право на сто процентов знаете и то что происходит сейчас с освещением президента трампа и его суппортеров которые суппортуют и всех процессов судебных практически вообще если ты не сидишь на фейсбуке глубоко глубоко и там какие-то лайфстримы вот или где-то ты выходишь немножко в сторонку ты можешь это увидеть все остальное просто потом если приходят на youtube написано заблокировано или если допустим идет то в тех моментах где острые моменты убирается звук убирается свет и потом идет как бы дальше продолжение или допустим сейчас вот идет постоянно о том что 12 числа собирается большой огромнейший марш в Вашингтон DC в поддержку Дональда Трампа об этом говорится во многих будем так об этом нигде не говорится с точки зрения больших средств массовой информации особенно касается всех демократичных в отличие от того что Габал собирался собирался против Трампа об этом всегда говорится но об этом очень много говорится если ты пойдешь на стрим на лайвстрим на все эти каналы которые не каналы а такие на блогеров на все понимаете на сколько степени стало сейчас только благодаря блогерам или лайвстримам то можно узнать правду что происходит в нашей стране в Америке это очень страшно спасибо большое но дело то в том что скажем если вы не доверяете основным средствам массовой информации небезосновательно поскольку они либо умалчивают правду либо выдают абсолютную фальшивку то вы идете куда-то ищите находите источники и вот вы знаете что будет проходить большой большой ралли в поддержку Трампа а те люди которые ну скажем так не обременены любознательностью а проглатывают все что им скармливает фейк-ньюс они считают что в стране идет все вот так как говорят там cnn msnbc все никаких никакой поддержки у Трампа нет никто ничего не знает вот все что есть это вот якобы а офисов президент-элект и все и чистая правда потому что каждый каждый материал каждый заголовок статьи каждая статья начинается со слов что бездоказательные утверждения конспирологии так далее так далее и вот эта масса людей которая склонна принимать марксистко-ленинскую идеологию демократической партии и не лишенная способности к критическому мышлению они живут в этом пузыре то есть в этом трагедия заключается мало того а еще дети которых пичкают таким же в школах в колледжах в университетах и отсюда мы получаем результаты опросов 62 процента студентов предпочитают социализм капитализму их уже убедили что социализм это хорошо капитализм это плохо конечно потому что равенство и братство гораздо лучше чем неравенство и враждебность но что я хочу сказать говоря уже о профессиональной стороне дела тот кто думает что эта реальность может все таки победить в данном случае побеждает будет может быть двести тысяч человека может быть пятьсот не в этом дело важно ее отражение этого события в средствах массовой информации потому что все таки пятьсот тысяч это еще не вся Америка а сарафанное радио так называемое не до всех доходит так вот первым делом сам марш замолчат количество людей замолчат об этом не будет вообще никакой информации появится только такая информация которая появилась и была перепечатана во всех европейских средствах массовой информации как когда Трамп посетил штат Джорджию в пользу двух кандидатов республиканской вы знаете о чем я говорю так появилась информация что он был освистан толпой по-английски есть слово бу он был буд он был как бы захлопан по-русски говорили захлопан освистан этой толпой вот и все что и что читатель который там не был может какое заключение он может сделать он скажет так его же никто не любит никто не хочет он понятно что не мог выиграть вот какая картина перед ними предстает на основании ссылок на американские источники это же не мы говорим а вот очень серьезная СНН говорят что он был освистан толпой это там где он был где слышны были крики мы любим тебя Трамп ну признание в любви чего никогда нигде не было ни при каких храли и действительно так ну а вот половина половина Америки все таки живет фальшивой информации или так полуправдой недоговоренностями опросы показывали а что бы так сказать избиратели Байдена делали если бы они узнали о скандалах связанных с самим Байденом с его сыном и так далее там даже люди которые голосовали за Байдена по моему процентов 17 если не ошибаюсь сказали если бы они знали об этой информации они бы голосовали несколько иначе понимаете а ведь эта информация блокировалась намеренно и в соцсетях единственная газета которая это опубликовала это нью-йорк пост и все и в соцсетях в твиттере нью-йорк пост эту статью поместила и дорси этот бездомный миллиардер заблокировал этот материал так ясно твиттер блокирует или снабжает наклейкой фейк ложь любое сообщение трампа это сейчас уже стало просто такой традицией да он затемняет это словом ложь или звездочкой иногда фейк любое сообщение трампа вот так как можно этому верить но я считаю что это посмертный триумф Йозефа Геббельса он первым постулировал что тысячи раз повторенная ложь становится правдой потому что правда это то что воспринимается населением как правда вот и все если до скажем прихода Галилея Джордану Бруно Коперника воспринималось что земля плоская это было правдой своего времени да вот так им это мыслилось и нынешние американские источники в целом весьма умело повторяют этот метод применяют этот метод и добиваются именно такого результата превращают ложь в правду ну что ж будем да будем подводить итоги у нас остается буквально одна минута итоги подводить нам рано все таки еще у рациональных людей сохраняется вера в то что Трамп не самый плохой игрок в этом мире и что он знает еще по меньшей мере два хода королем или королевой для того чтобы чтобы поменять ситуацию на шахматной доселе то есть еще не все потеряно спасибо огромное Ефим и до встречи в следующий раз пока всего доброго до встречи